Некоторые фильтры позволяют придавать изображениям эффект текстурной поверхности. Основные фильтры для работы с эффектом текстуры вы сможете найти на вкладке «Фильтр» в списке команд «Текстур» — «Текстура». Выполните фильтр «Текстурайзер» — «Текстуризатор». Как вы можете заметить, в области предварительного просмотра диалогового окна галереи фильтров отобразился результат применения фильтра «Текстурайзер» — «Текстуризатор». Данный фильтр придает изображению вид неровной поверхности. В списке настроек фильтра, помимо параметров масштабирования и рельефа текстуры, вы можете выбрать и саму текстуру, по которой будет ориентирован фильтр. Для этого раскройте список «Текстур» — «Текстура». Здесь представлены стандартные текстуры для данного фильтра. Однако редактор Adobe Photoshop позволяет использовать свои текстуры в качестве направляющих к данному фильтру. Для того, чтобы выбрать свою текстуру, необходимо кликнуть по пиктограмме, расположенной в правом верхнем углу панели настроек фильтра, и выбрать команду «Load Texture» — «Загрузить текстуру». В открывшемся диалоговом окне необходимо указать директорию расположения текстуры и нажать кнопку «Открыть». Стоит отметить, что файлом текстуры может быть абсолютно любое изображение, сохраненное в формате Photoshop и имеющее расширение PSD. Открыв текстуру, вы увидите, каким образом изменится изображение в области предварительного просмотра. Помимо фильтров текстуры, вы можете использовать свои собственные текстуры и для других эффектов редактора. Так, например, не выходя из галереи фильтров, выберите в группе эффектов «Artistic» — «Имитация» — «Команду Underpainting» — «Рисование на обороте». В списке настроек находится уже рассмотренная ранее кнопка, позволяющая загрузить свою текстуру. Выберите текстуру и откройте ее, применив для данного фильтра. Вы сможете заметить, как данный художественный эффект меняется от наложения новой текстуры. Теперь выберите в группе эффектов «Distort» — «Искажение», уже рассмотренную в одном из предыдущих уроков «Команду Glass» — «Стекло». Также выберите и откройте текстуру для данного фильтра, и вы сможете увидеть изменения, внесенные в эффект. Наконец, в группе эффектов «Sketch» — «Esquise» выберите эффект «Compt Crayon» — «Волшебный карандаш». Воспользовавшись загрузкой пользовательской текстуры, измените эффект действия фильтра, и вы сможете оценить результат выполненного действия в окне предварительного просмотра. Таким образом, использование текстур в фильтрах позволяет существенно расширить возможности стандартных эффектов, создавая тем самым собственный неповторимый стиль изображения.